Всем салют братва, мир вашему дому. Кто не в курсе позвольте представиться, меня зовут Петрович, и вы на необычном канале, на котором Викторович собирает технику по вашим советам и замечаниям в режиме реального времени, а я все это комментирую. Каждый, вы слышите меня ребята, каждый, кто подписан на канал, и напишет комментарий, без разницы или позитивный или негативный, или просто поставит смайлик, где бы вы не увидели этот трицикл, на фото, в ютубе, или возможно даже в живую, можете смело заявлять окружающим, что вы тоже являетесь конструктором этой чудо техники. Итак, в этом проекте мы собираем трицикл на электротяге для передвижения на короткие расстояния, за хлебушком на работу или на дискотеку. Кто следит за проектом, тот в курсе на чем мы остановились. Так как это рубрика трицикл из хлама, то все будет из доступных деталей, хлама и металлолома. Покупаем только самое необходимое, бюджет этого проекта не должен превысить 200 баксов. Погнали дальше. Ну что, несколько человек в комментариях, написали, что заднее крыло как бы не в тему. Совершенно верно ребята, так сказать, с деталей из хлама не всегда с первого раза получается бомба. Было у Викторовича вот такое крыло, но так как оно никелированное, а передние крылья покрашены, то Викторович раньше не решался его ставить, ну а сейчас посмотрим, с этим должно быть лучше. Ну с этим конечно же лучше. Подрезали для него место и переделали под него крепление. Ну теперь получается, что спереди никелированная решетка, а сзади никелированное крыло. Нам писали, что раз уже есть спереди бампер, то тогда уже напрашивается и задний. Викторович нашел вот такие трубы и приступил к работе. Ну вот такой получился бамперочек ребята, как вам? Нам очень важно ваше мнение. Можно будет трубу немного согнуть вперед, вот Викторович нарисовал, но не спешим, потому что пока ничего не известно, все делаем спонтанно, каждый день новые идеи. Теперь можно соединить бампер с багажником, и бампер усилится и багажник. Для этого Викторович приварил вот такие трубки. Ребята, еще нам не нравится расположение задних фонарей, красивее когда они прикручены впритык к кузову. Впритык у нас не получится, нам мешает вот эта фигня для резинки. Демонтируем и переносим в другое место, ближе к бамперу. Сделали вот такие крепления и прикрутили вот здесь. Можно подобрать задние крышки и не будет видно креплений с болтами, но это уже позже. Крылышки наши усиливаем вот такими прутами. Чтобы они были больше похожи на крылья, зашиваем вот такими алюминиевыми пластинами. Добавляем вот такие родные накладочки, с ними должно быть получше. Ребятули, я пока быстро сбегаю соберу жуков на картофеле. Гребанное ведро. Немного споткнулся. Уже не пойду. Вы ребята пишите, что обязательно нужна дуга безопасности над головой. Если честно, дугу не планировали так как на этой технике мы как бы и не планируем переворачиваться. Но Викторович вот подумал, а вдруг его собьет поезд на переезде, то придется крутиться несколько сотен метров. Поэтому, обязательно делаем. Викторович нашел трубу, и согнул ее на коленке. Уже можно смело переворачиваться. С дугой стало удобнее толкать трицикл, держа одной рукой руля второй дугу. Ребята, а вы не заметили, что мы понемногу выходим с рамок проекта? Поначалу Викторович планировал сделать легкий, слабенький, недорогой трицикл с бюджетом не больше 100 баксов, дабы съездить в магазин за сладкой водичкой. Но потихоньку наш трицикл стал наворачиваться, не без ваших советов конечно и предложений. И вот уже имеем трицикл, с точностью наоборот. Раз уж такая пошла уже движуха, то уже и планы меняются. Для изначального проекта, вполне хватило бы усиление коляски то, что мы сделали раньше. Сейчас же, при добавлении всего ранее незапланированного, то Викторович хочет еще усилить ее поверху прутами. Тогда у нас получится вот такой каркас, который придаст лучшей прочности этому трициклу, и никакие детали со временем не отломаются. Для этого Викторович взял вот такие трубки. Приварив их изнутри связался каркас с коляской и нижней рамой, теперь наша коляска стала намного прочнее, чем была. Сзади сиденья Викторович хочет поставить перегородку, чтобы грязь не летела на сиденье. Нашли такой кусок пластика, вырезали и прикрутили. Ну что друзья, наконец-то, самое сложное уже позади, уже нужно браться за проводку. По электрике у нас остались не сделаны указатели поворотов, переключатели на панели, сигнал, ну и музыка, как же без нее. Сегодня Бог послал вот такие указатели поворотов, они тоже LED. На кузове закрепить место подходящего не нашлось, поэтому поставим их на бампере. Дабы не нацепливать на бампере как воробьи на проводах, поставили их под фарами, при этом чуть подняли фары, так как некоторые подписчики писали, что они очень низко. Сбоку добавили вот такие повторители. Ребята, чтобы не химичить с ручкой газа, Викторович заказал уже готовую по почте из Китая. Цена вопроса 5 баксов с бесплатной доставкой. Сняли ту, что для тросика и поставили эту. Это переключатель скоростей. Значит так ребята, мы до сих пор не можем определиться самым главным, это какие батареи сюда поставить. Мощной литиевой батареи у нас нет и скорее всего никогда не будет. Нормальная батарея будет стоить в три раза дороже, чем нам обойдется сам трицикл. Да и дорогая батарея не вписываются в нашу рубрику, трициклы с хлама. У нас в хламе литиевых батарей нету, но зато в хламе у нас можно найти автомобильные аккумуляторы от машин, которые редко ездят. Так как у нас моторы на 36 вольт, то тогда нам будет нужно три аккумулятора. Только это получится больше вес, ну и нужно место где их установить. Ребята, мы не говорили что мы шарим в этой теме, но нам нужен этот трицикл чтобы съездить за пивком, возможно позже за водочкой, мы не ставим задачу объехать пол земного шара, поэтому мы немного поэкспериментировали. Первый эксперимент состоял в том, чтобы поставить один автомобильный аккумулятор и через преобразователи напряжения делать с 12 вольт 36. Дабы было дешевле, вместо одного мощного преобразователя были куплены вот такие два слабеньких по 40 ампер. У нас все равно два контроллера и два мотора, поэтому мы поставили на каждый мотор по одному преобразователю. Оказалось что заявленные производителем характеристики чуть преувеличены, и эти преобразователи не справлялись, поэтому эксперимент был завершен. Чуть позже пришла идея поставить два аккумулятора чтобы было 24 вольта, тогда преобразователем было бы легче. Эксперимент как бы получился, но преобразователи работали на максимальных пределах, часто в нагрузке включалась защита пришлось и от этого отказаться. Дабы было все максимально просто, решено было ставить три автомобильных аккумулятора и не изобретать велосипед. Литиевые безусловно лучше свинцовых, только три новых свинцовых аккумулятора по 60 ампер будут стоить 150 баксов, а новый литиевый такой же емкости будет стоить порядка 500 баксов. К тому же когда сдохнут эти свинцовые, их можно сдать на металл и за эти деньги купить один такой же новый, если сдохнет литиевый то в мусорку. Всунуть сюда три аккумулятора будет конечно трудновато. Раньше мы планировали один расположить в ногах, а два по бокам на крыльях. Но уже Викторович передумал, на крыльях они стоят на рамку крыла, потом немного выпирают, закрывают вид крыльев, и к тому же у нас над крыльями планируются ящики или кофры. Был вариант прицепить их сбоку за колесами, но так неудобно подходить и залезать в коляску, сильно мешают. Уже планировали вариант две батареи спереди в ногах, а третью в каком-то корпусе на багажник. Но потом оказалось, что крышка над двигателем не сможет полностью открываться. Уже не оставалось надежд на лучшее. Проснувшись утром с свежей головой, Викторович заметил вот эти пустые места между бампером и крыльями. Это было что-то невероятное. Эти места как будто были сделаны специально для аккумуляторов. Викторович очень обрадовался, что раньше не решился согнуть бампер вперед, так как это была бы жопа в ракушках. Викторович побежал за уголками и приступил к работе. Вот так ребята оно будет, другого не дано. Но по-любому на батарее нужны какие-то крышки или чехлы. Теперь немного нагрузился зад и стал помягче, а то до этого было как на бревне. Хорошо, что Викторович не переделывал амортизаторы. Друзья, наконец-то закончились наши дни неопределенностей. Теперь можно уже доделывать проводку. Получается, что моторы, контроллеры и панель приборов работают от 36 вольт, а остальная электроника от 12. Мир оказался не без добрых людей, сегодня нам подогнали вот такие зеркала. Подключили указатели поворотов. Вроде все нормально. Есть один нюанс. Те, что под фарами, оказались на 24 вольта, светят чуть слабее, возможно что-то придумаем. Кстати, если фонари перенести чуть в бок сзади аккумуляторов, то и смотреться должно получше, и габаритные одни будут пошире. Подсоединили фары, задние фонари, и фонари габаритов. Еще не очень темно, дальний ближний. Светит офигенно. Подсоединили панель приборов, только есть одна проблема, она для батареи 54 вольта, поэтому индикатор заряда батареи показывает неверно. Но мы что-то придумаем. Сейчас эксперты будут писать, что он уже столько весит, что не сдвинется с места. Вес конечно получился больше, но зато у нас получится навороченный, более-менее безопасный аппарат, а не простая ездячая коляска. Ну и зритель хочет зрелищ, скажите, что я не прав. Ребята, был прекрасный солнечный день, ничто не предвещало беды. Все было хорошо, астрологи предсказывали, что этот год будет благоприятен для тех, кто настрадался в любовной сфере и долго был заложником токсичных отношений. Как вдруг к Викторовичу приехали старые знакомые, и начали утверждать, что не могут найти наш канал в ютубе. Викторович достал телефон и в поиске написал Викторович, выскакивали разные Викторовичи, но наш канал ему почему-то так и не попался. Но когда уже нам начали писать подписчики, что не могут нас найти по названию канала, то было решено ребята переименовать канал. Много названий приходило в голову Викторовичу, но подходящего уникального так и не было придумано. Название канала должно содержать его сущность, но нам нужно, чтобы название было веселым, так как у нас развлекательный контент. Вчера Викторович предложил вот такое название. Один делает, второй мешает, но весело. Я конечно же не согласился и предложил ему другие названия. Первое. Викторович творит, а Петрович коментит. А второе название, ни хрена себе техника. Викторовичу понравилось оба, но стало еще сложнее, так как нужно выбрать одно из двух. Ну что ребята, это скорее всего предпоследняя серия этого проекта. Следующая доделываем все хвосты, покраска и презентация. Поэтому как всегда, мы объявляем конкурс на лучшее название этому трициклу. Пишите ваше название в комментариях, чье название нам больше всего понравится, тот в качестве приза получит 3 килограмма квашенной капусты, плюс три круга бесплатно на первой передаче. Ребята, тестовый выезд мы делать не будем, неохота передвигать станки и забирать все машины за воротами, чтобы выехать. Как он поедет, пусть это будет интригой для следующей финальной части. Ну а на этом ребята, пока все, ведь у Викторовича есть и другие дела. Пишите не стесняясь свои предложения и замечания в комментариях, ведь это наше общее дело, нам очень важно ваше мнение. Ну а для тех, кто лишь присоединился, если видео зачетное, с вас лайчик, подписка, и хотя бы малюсенький комментарий. До скорой встречи, пока-пока.